Пайкон 2015. Супер — это супер. Рэймонд Хэттинджер. Привет! Последний докладчик в этом отделении — Рэймонд Хэттинджер. Тема доклада — Супер — это супер. Поприветствуем. Как дела? Кто из вас читал мою статью «Супер — это супер»? Отчего тогда пришли? В залах рядом Дэвид Бизли и Тит Браун? Но я не стану рассказывать о том, что было в статье. Я расскажу о том, как использовать супер для внедрения зависимости. Это одна из ее суперспособностей. Цели, которые я преследую, ну, хочу удостовериться, что вы знаете, что в действительности делает супер, что у вас сформирована смысловая модель, что в вашем распоряжении на набор правил для верного использования функции. Я собираюсь провести эксперимент. Мне будут нужны три добровольца из присутствующих, один из которых хотел бы отказаться, но нет. Проведем мы этот эксперимент здесь. Цель его будет выяснить, поможет ли нам наглядная демонстрация принципа работы супер в его запоминании. Я полагаю, ответ будет «да», если будет живая демонстрация людей в роли классов. Итак, мы узнаем, что супер делает на самом деле. Потом мы сотворим с нею магию, которую, я уверен, никто из вас ранее не практиковал. Используем супер для внедрения зависимости. Вы знаете, что такое внедрение зависимости? Использовали для этого супер? Я удивлен, что есть хотя бы один. Причиной проявления функции супер является совместное множественное наследование. Идея действительно замечательная, ей посвящено множественное исследование, но на своей заре в Питоне она была не особо хорошо задокументирована. Поэтому люди начали пытаться ее использовать. Пытались так, пытались сяк и эдак, но как бы ни пытались, ничего хорошего не получалось. Появилась статья «Супер вреден», имеется в виду статья Джеймсона, это 2006 года. Кто из вас ее читал? А что вы тут делаете, если супер для вас плохая? Я думаю, что проблема этой статьи, вот в чем человек пишет. Я попытался ее использовать несколькими способами, но это не сработало, поэтому не надо ее пользоваться. Вместо того, я полагаю, это неверный подход. Вместо того, чтобы спросить себя, нет ли чего-то, что мне следовало знать, чтобы заставить инструменты, всю эту магию работать? Ответ — да. И я расскажу вам об этих вещах. Это чем мы будем заниматься. Я решил рискнуть и пришел без слайдов. Я буду писать и запускать код по ходу. Буду его править прямо на ваших глазах. Что может пойти не так? И я буду делать это в имаксе. А что может пойти не так? Вызов у нас и на добровольцев из аудитории, которых не знал до сегодняшнего дня. А что может пойти не так? Ну, вы же помните, всегда можно пойти к Бизли. Ну, ладно. Так, с целью мы определились. Наследование — это просто. Наследование — инструмент для повторного использования кода. Смысл у вас в чем? Есть код какого-то класса, который вы хотите использовать повторно, но не копировать в свой класс. Когда клиент, объект, обращается к вам, вы можете легко сделать работу сами, либо отдать ее кому-то, кто знает, как ее делать. Поэтому, если кто-то спросит вас, для чего нужно наследование, не нужно отвечать с телеявы. Оно не обязательно связано с абстрактными базовыми классами и подобным. Для чего требуется наследование? Это инструмент для повторного использования кода, который позволяет одному классу использовать код другого. Это сложно? Не особо. Я прошу кого-то сделать работу. Допустим, у меня есть компания, и мой клиент просит доставить некий продукт. Он полагает, что всю работу я сделаю собственно наручно? Могу я заключить субдоговор? Большие компании имеют субподрядчиков, то есть своих поставщиков. Вот эта цепочка поставки, знают ли они клиент или нет? В традиционном виде, с точки зрения интерфейса? Нет, цепочка невидима. Тогда я попрошу вас немного изменить точку зрения. Скажем, для вас важно, кто является поставщиком компании. Скажем, есть компания, которую вы ненавидите, не перевариваете. Скажем, у них генетически модифицированные семена или чего-то вроде этого. А еще у вас есть любимый ресторан, и вы узнали, откуда в него поставляется еда. Так поставщик все-таки важен для вас? Важен. Он является частью цепочки. Даже если вы не вступаете в прямые отношения, я заказываю у вас еду, вы доставляете мне ее. Вроде отношения завершены. Однако есть еще другая часть программного интерфейса. А кто тут поставщик, у которого вы закупаете семена? Хороший вопрос. Если мы будем рассматривать это взаимоотношение как часть программного интерфейса, и перепрограммирование будет являться частью этого интерфейса, то мы можем внедрить зависимость. Прийти так в любимый ресторан и сказать, хочу заказать любимое блюдо, только доставьте его откуда-нибудь еще. Понимаете, к чему мы пришли? Для чего нужно наследование? Для того, чтобы один класс мог использовать код из другого класса. Поставщика. А что позволяет делать супер? Выбрать поставщика. Итак, наследование — это просто. Один класс использует другой. Но тут я дополню. Одиночное наследование — это просто. Как только появляется множественное наследование, все может усложниться, но не обязательно. Какой самый простой случай множественного наследования? Унаследоваться от двух разных классов, методы которых не перекрывают друг друга. Отлично работает. Пример примеси. И они весьма полезны. Множественное наследование — это просто, когда ничего не пересекается. Да. А наследование — это инструмент для чего? Повторного использования кода. Отлично. Похоже, это мы закрепили. Итак, множественное наследование — просто. Одиночное — просто. А что сложно? Допустим, у вас есть множественное наследование с проблемой ромба, и одноименные методы присутствуют в цепочке. Все становится сложнее. Насколько сложнее? Прошло очень много времени, пока эта проблема в информатике была разрешена. И ответ доказывал, что оптимальное и лучшее решение этой проблемы — алгоритм линеаризации С в кубе. Что означает линеаризация? Это значит построить в линию, в ряд. Вы сидите в ряд? Нет, вы сидите в куче толпы. То было бы, если бы вас линеаризовать. Вы сидели бы в ряд. А для чего мне вас линеаризовать? Потому что я хочу после этого доклада пожать руку каждому из вас. И потому как я не могу пожать всем руки одновременно, придется делать это по одному. Поэтому мне нужно вас линеаризовать. Линеаризация С в кубе позволяет сделать из аморфной кучи ряд, где один обращается к следующему, другой к следующему и так далее. Какова главная проблема супер в питоне? Дело не в проектировании. Проектирование там безупречное. Красивое. Гвида проделал выдающуюся работу. Проблема в названии. Не следовало называть ее супер. Почему? Ответ. Если вы знакомы с супер из какого-либо другого языка, то делает она совсем не то, что в питоне. Давайте теперь проведем небольшой опрос. Кто использовал Яву? C++? Smalltalk? Кто использовал другой язык, где есть супер? Кто понимает, что супер в питоне совсем не такая, как в других языках? То, что называется супер в других языках, это не то, что супер в питоне. А что она делает в других языках? В других языках она вызывает родителей. В случае одиночного наследования это просто. Пап, я возьму машину. Множественное наследование. Тоже просто. Пап, я возьму машину. Не. Мама, я возьму машину. Довольно просто. В наследовании каждый вызов супер — это обращение к родителям. Но питон делает нечто другое. Он обращается к родителям, но не к вашим К чьим родителям пойдет обращение при вызове Супер? Не к вашим предкам, а к предкам ваших детей Вот мое семейное древо Вот я, Реймонд, а вот Рамон и Гейл Мои родители Моя жена, Рошель, над ней Деннис и Шерилл, ее родители Но у нас в Рошеле есть сын Мэтью То есть у Мэтью семейное дерево больше, чем было у нас А еще все прародители Мэтью пошли от Адама и Евы Я добавил эти имена, чтобы получился ром Наследование расширяется и снова сужается И на этом месте у нас уже есть проблема множественного наследования Такое семейное древо Если вы хотите поговорить с каждым из семьи Тет-а-Тет Что нужно сделать с кучей? Линиаризовать ее То есть построить в ряд Этим и занимается МРО, алгоритм разрешения методов Давайте обратимся к коду Один из плюсов функции Хелл Это то, что она показывает порядок разрешения методов Здесь говорится, если у нас экземпляр Мэтью Начинаем с Мэтью Когда Мэтью вызывает супер, он обращается ко мне Когда я вызываю супер, я обращаюсь к своему отцу И тут происходит нечто примечательное Если Рамон вызовет супер, то он не обратится к его родителям Его родители, как вы помните, Адам и Ева Он обратится к супруге, что тоже интересно Ведь он примерно на 10 лет старше своей жены А это значит, что когда он был рожден, его супер обращался бы не туда, куда обращается сейчас То есть направление супер поменялось со временем А что заставило его измениться? Когда Рамон только родился, никого из перечисленных книжей еще не существовало Сейчас, если вы посмотрите на его вызов супер, то можете решить, что он обращается к родителям Адаму и Еве Но теперь, когда Мэтью уже рожден, внимание уделяется наследственности Мэтью, а не его Поэтому, когда Рамон вызывает супер, обращение производится не к его родителям, а к предкам Мэтью Это может напугать Это означает, что при вызове супер вы не можете сказать наперед, кто из родителей будет вызван Узнали что-то новое? Супер вызывает родителя? Нет Он может вызвать даже того, кто пока еще не родился Супер Рамон обратится к Гейл А вот Супер Гейл действительно интересен, потому что он обратился к Крашель Которая намного маложе самой Гейл Рошель обращается к своим родителям, а далее к Адаму и Еве Это порядок разрешения методов МРО Что самое главное, что вы узнали к этому моменту? Линеаризация Это значит выстроить что-то в ряду Здесь определяется порядок, по которому будет происходить обращение Что делает Супер в Питоне? Обращается к родителям? Нет Он обращается к родителям, либо предкам ваших детей Если вы это уяснили, то вы уже знаете большую часть того, как работает Супер в Питоне А как же все-таки нужно было назвать Супер? Мы взяли ромб и превратили вот в такой ряд Следовало бы назвать Супер Next in line Следующий в ряду И вот когда Рамон вызывает Супер, то он вызывает не родителя, а следующего в ряду А кто следующий за Рамоном? Не оставляйте меня одного Следующая за Рамоном — Гейл То есть это не про родителя, а про то, кто следующий в ряду Мэтью Супер значит следующий в ряду? Если вы это поняли, вы молодцы Так что же такого замечательного в Супер? Первое — это то, что ряд вычисляется автоматически Второе — это то, что самое младшее в этом ряду, Мэтью, определяет, каков будет порядок И вы не можете знать, куда приведет ваш Супер Это хорошо Хорошо, потому что ваши дети могут менять по ходу ряд Так, если вам не нравится поставщик ресторана, то можно выделить подкласс ресторана И, возможно, изменить порядок вещей, не разрушая интерфейс Хотите увидеть это в действии? Итак, сейчас мы узнаем, что может Супер У нас есть фабрика по производству теста Но у нее есть метод получения теста Также у нас есть класс пиццы С одним единственным методом для заказа пиццы Вы его вызываете, указывая начинку Он выводит «Получаю тесто» и «Получаю тесто» и так далее В начале, когда эта компания по поставке пиццы только появилась, они делали тесто сами Но потом выяснилось, что тесто можно использовать и в других продуктах Какой инструмент замечательно подходит для повторного использования кода, если речь идет о классах? Правильно, начинается с «насле» и заканчивается «даванием» Так что мы сделали? Мы взяли код производства теста и выделили его в родительский класс Наследование — это инструмент для повторного использования кода Теперь многие наши классы могут обращаться к фабрике производства теста и получать его Наш код улучшился? Да, потому что мы устранили избыточность Только проблема в том, что вызов этой фабрики зашит в код Здесь обращение к фабрике производится по имени И если нам захочется сменить фабрику, придется поменять код в двух местах Что значит «нп»? «драй»? Не повторяйся Если мне приходится дважды писать одно и то же, я повторяюсь? А, вы знали Правильно, должен быть способ получше И вот он какой Никогда не пишите код на живую Я даже курсор не могу найти Как это вообще? Ага, он хочет знать, изменился ли файл на диске С чего бы? Не знаю ИМАКС Как расшифровывается ИМАКС? Это дусл Только для ученых средних лет Хорошо Чем этот код лучше? Он лучше лишь тем, что мы не упоминаем фабрику теста дважды Таким образом, если я заменю фабрику здесь Супер узнает об этом автоматически Мы уменьшили избыточность в нашем коде и сделали его клевым Я уже упомянул, что супер — это супер Но я знаю, о чем вы сейчас думаете Ровно так же Вы бы использовали супер в любом другом языке Действительно так Однако же Вы теперь обладаете магическими способностями Знаете вы об этом или нет? Давайте рассмотрим, что же тут в действительности происходит Да, я хочу сохранить Сейчас я запущу нашу фабрику пиццы И что получается? Она обращается за тестом Это первый шаг в приготовлении пиццы Вызывает супер Идет на фабрику, получает тесто И из этого теста, приготовленного из пшеницы, обработанной инсектицидами, делает основу Ведь правда? Вы же хотите инсектицидов в пицце? Добавляем на коржик пепперони и красный перец вместе Хорошо, по отдельности, плохо Как это все сработало? Для этого был вызван родитель Можно посмотреть на порядок разрешения методов Конечно, это случай простого линейного наследования Вызываем help для класса пиццы И вот какой порядок Мы искали метод getDow Получить тесто в пицце Но не нашли, поэтому мы обратились Фабрики теста Раз-два и готовы? Есть вопросы? Надеюсь, что нет Это достаточно просто Есть только одна проблема в нашем приложении Что пиццы делают из инсектицидного теста Я знаю, о чем вы подумали И вот оно В городе появляется еще одна фабрика пиццы Как мне нравится в маке приближать Здесь у нас фабрика натурального теста И вообще, она является наследником под классом Нашей предыдущей фабрики И производит она натуральное тесто Из экологически чистой пшеницы без инсектицидов Это хорошо Но вернемся к проблеме Она заключается в объявлении класса Здесь конкретно указана фабрика теста Или нет? Вообще-то нет Одна из магических способностей супер в питоне Это то, что цепь наследования не определяется пиццей Эта цепь определяется потомком Мэтью был причиной того, что мой отец обратился к жене Прежде чем обратиться к родителям Так что нам нужно сделать? Нам нужен наследник под класс пиццы Который бы поставил в цепь между пиццей и поставщиком теста Нового поставщика И этого весьма просто добиться Это внедрение зависимости Без всяких фокусов При которых код, тот что слева, не поменяется вовсе Сейчас я чудесным образом улучшу нашу пиццу Мы создаем пустой класс натуральной пиццы Является он под классом пиццы? Конечно Он также является под классом фабрики натурального теста Алгоритм линеаризации гарантирует, что фабрика натурального теста будет вызвана до обычной фабрики Это классно На этот раз закажем с килькой И без изменения основного кода пиццы Мы получаем основу из теста, приготовленного из экологически чистой пшеницы Кто считает, что это клево? Вы можете взять кого угодно У кого есть поставщик с объявленным программным интерфейсом Цепь наследования на самом деле не задается жестко А просто говорит о том, кто является поставщиком по умолчанию И по коду вы не укажете иное Он будет продолжать поставлять пиццу вам с инсектицидами Но если вы укажете, сначала он обратится к коду в фабрики натурального теста Это классно Это суперспособность, супер Которую я не встречал в других местах Узнали что-то новое? Никого ничего не смущает Что же, хрупкая конструкция? Нет, в ней все детерминировано Существуют конкретные правила, которые регламентируют порядок вызовов Когда вы создаете подкласс Фабрика теста задокументирована Как часть цепочки получения теста И вы можете сменить порядок вещей Это запроектировано Суперфункционирует так Не по какой-то случайности Весь алгоритм C в кубе спроектирован для того, чтобы можно было делать подобные вещи Так это случайность или так задумано? Так задумано Что плохо в этом примере? Ну, для начала В этом примере хорошо, что он довольно понятен Но Плохо, что он не слишком убедительный Попробуем сделать его более интересным Робот Ну, у кого теперь самый крутой доклад? Меня или у Бизли? У Бизли там роботов нету Откуда, знаете? Вообще, судя по тому, что у него там доклад по конкурентности Могу предположить, что он рассказывает там и слушает здесь одновременно Итак, у нас есть робот Я его не сам сделал, я его купил Поэтому у меня нет доступа к его исходному коду Он может взять инструмент Может двигаться вперед Может назад Может положить обратно, где взял инструмент У нас здесь только вывод Текст, но настоящий робот при каждом из этих вызовов движется Что печально Потому что робот у нас хрупкий, и части его быстро изнашиваются Если зазря делать и делать вызовы, то бедный робот скоро развалится Вам нужен разваливающийся робот? Нет, это страшное дело А как вы специализируете вашего робота? Это достаточно просто Вы создаете его подкласс Подклассы служат для специализации Так вот наше дополнение Мы дополним робота методом чистки Этот метод будет использовать методы родителя Чтобы заставить робота сделать нечто полезное Это не игрушечный пример Это верный путь использования подклассов Родитель предоставляет набор инструментов Наследник сочетает и использует этот набор Это делает нашего робота программируемым Что вообще-то классно Здесь мы используем супер, что вообще-то хорошо В чем суть? Чтобы очистить что-то, мы берем инструмент Ходим с ним назад вперед несколько раз И кладем инструмент на место Я буду использовать веник Я думаю, результат действия вас не удивит Что он сделал? Ну, взял веник Поводил им туда-сюда, туда-сюда Положил его обратно Довольно полезный подметающий робот Наверное, никому такой на трезвую голову не придет Как мы этого добились? Взяли робота общего назначения И сделали подкласс Легко и просто И вот я написал эту процедуру, специализирующую робота Ее же надо протестировать Ну да, это вещь хорошая Да только если я запущу их на реальном роботе Он же скоро сточится А что нам делать? То есть я хочу вызвать этот метод Но не хочу, чтобы его выполнял Настоящий робот Я хочу, чтобы этот вызов выполнил робот-имитатор Ведь цель моя — протестировать метод очистки А не самого робота Но вроде как эта связь с роботом зашита намертво Роботы-чистильщики — это роботы Мы говорим «является», а не «мит» Робот-чистильщик является роботом Но мне не нужно, чтобы он являлся именно роботом Мне нужно, чтобы он стал роботом-имитатором И мы имитируем нашего робота Так, я расположу их рядом Оба они, и имитатор, и настоящий робот Имеют одни и те же методы Но имитатор на самом деле не движется Лишь записывает обращения, поступившие к нему Добавляя их к списку задач Методы такого имитатора можно вызывать сколько угодно И он не сломается Что нам нужно сделать? Отредактировать код, чтобы он использовал имитатор? Нужно временно изменить код, заставить его использовать имитатор А потом вернуть все взад? Хорошо, плохо? Плохо Должен быть способ получше Он есть И умещается он в одну строчку кода Имитатор робота-чистильщика Наследуется от чистильщика и от имитатора Правила линеаризации гарантируют, что Каждый раз, когда наш робот-чистильщик обращается к своему поставщику роботизированных услуг Он сначала обратится к роботу-имитатору Прежде чем обратиться к реальному Таким образом, я могу написать нормальный модульный тест работы метода очистки Если бы в тесте я создал чистильщика, то реальный робот производил бы реальные движения Как мы видим в окне слева И, конечно, портился бы Но с имитатором чистильщика все не так Я вручаю ему швабру И далее ожидаю, что он сформирует определенный вывод Проверим У меня точка Это прелестно Чего добился сегодня на работе? Точку Немногие принимают, насколько замечательно точка Спасибо, я увидел В прошлом докладе я игнорировал своего хронометражиста И он пришел с большим крюком и вытащил меня со сцены Чем разверг публику Ладно, как это получилось? Очень просто Имитатор внедрился в цепь Запустимся в интерактивном режиме Какую версию бетона я использую? Три что-то там Три что-то что? Три пять Ага, а у вас такой нету, да? А теперь вызовем help для имитатора чистильщика И мы видим здесь порядок разрешения методов для нашего имитатора В котором говорится, что сначала будет обращение к чистильщику В котором будет найден Будет найден метод очистки Но куда пойдет вызов после этого? Если вы обратитесь, скажем, к методу подбора инструмента Супер означает Следующий в ряду порядка разрешения методов А следующим в ряду стоит имитатор Перед настоящим роботом Поэтому вызов получит имитатор Это и есть внедрение зависимости Которое легко сделать Это всего одна строчка Определите класс-имитатор Внедрите его вот так Это надежно Это регламентированное поведение Именно на такое применение и рассчитано Кто открыл для себя нечто новое? Моя работа закончена Могу уходить со сцены прямо сейчас С победителем Извящный был бы ход Но ведь я уже рискнул с Эмаксом Что может случиться плохого? Продолжаем разговор Знаю Вы думаете, что эти все примеры нежизненные Тогда почему бы нам не попробовать На стандартной библиотеке? У нас есть счетчик каунта В модуле Collections Для чего применяется счетчик? Чтобы считать Счетчик — это подкласс словаря Словарь — это упорядочное множество Или неупорядочное? Неупорядочное И значит, наши данные счетчика будут перемешаны Что еще у нас в модуле Collections? Что помнят порядок Упорядоченные словари Замечательная штука Они помнят порядок И это прекрасно А умеют ли упорядоченные словари считать? Нет И что, придется выбирать? Либо у нас будет упорядоченность Либо счетчик Или не придется Должен быть другой способ Он есть И он достаточно прост Слишком сильно стынул Так как же сделать упорядоченный счетчик? Вообще, лишь одна эта строка Создает упорядоченный счетчик Из классов счетчика и упорядоченного словаря Она гарантирует определенную последовательность вызовов Который словарь, находящийся под капотом, будет последним Итак, счетчик обращается к своему поставщику услуг А поставщик услуг по умолчанию у него словарь А словарь неупорядочен Мы же инструктируем его обратиться к другому поставщику Упорядоченному словарю Это чрезвычайно просто сделать Кроме этого, я изменил некоторые вещи в классе Потому что мне хотелось, чтобы он имел красивое представление Рэппер И делал его консервируемым пиклом Вы же не забываете делать свои классы такими Чтобы они красиво отображались И поддерживали консервирование Я так и думал Запускаем И вуаля Этот счетчик имеет внутри упорядоченный словарь Он посчитал все символы, которые встретил в Абракадабре Сейчас сделаю побольше Буква А шла первой И в счетчике она осталась первой Б была второй Потом идет Р Другими словами Теперь счетчик знает порядок, в котором шли буквы Одной строчкой кода мы создали упорядоченный счетчик Кто теперь считает, что супер, это супер? На косе, Дэвид Бизли Я закончил с кодом Можете идти домой А, риск Надо еще рискнуть С Эмаксом вроде сорослось С кодом на живую вроде тоже Поднимаю планку риска Вызываю трех человек, с которыми раньше не встречался на сцену И заставлю их смоделировать процесс для вас Ну, что может случиться плохого? Правда, места мало и свет направлен на меня, а не туда, где они будут стоять Что значит супер? Грубо говоря, это означает следующее в ряду Откуда берется ряд? Из алгоритма линеаризации Что вам нужно знать об этом алгоритме? Можете прочитать на эту тему научную работу А можете просто запомнить пару правил Хотите знать, что это за правило? Дети вызываются раньше родителей Родители вызываются в порядке перечисления Вот здесь Кто будет вызван первым? Упорядоченный счетчик Счетчик или упорядоченный словарь? Кто первый? Упорядоченный счетчик Потому что дети вызываются раньше родителей Теперь о родителях Кто будет первым? Счетчик или упорядоченный словарь? Счетчик родителей вызывается в порядке перечисления Есть еще одно правило Алгоритма линеаризации Оно довольно важно на практике, но Его не требуется запоминать Оно в том, что порядок неизменный И когда все дело отобирается Порядок родителей не нарушается Если сложить все три правила вместе Получим сначала упорядоченный счетчик Потом счетчик, потом упорядоченный словарь И вся наша цель состояла в том, чтобы убедиться, что счетчик Обращаясь к сервисам словаря Сначала получил ответ от упорядоченного словаря Легко и просто Что означает супер? Ее нужно было назвать следующей в ряду Каким словом мы называем составление в ряд? Линеаризация Что нужно помнить о линеаризации? Дети вызываются раньше родителей И родители вызываются в порядке перечисления Эти правила заставляют ряд выстроиться в правильном порядке Легко и просто? Значит, следующий в ряду Думайте об этом каждый раз, когда думаете о супер Это не значит вызове родителя Как считаете, легко ли обратиться к следующему в ряду? Да Что означает совместное множественное наследование? Совместное множественное наследование Это когда вы строите дерево классов Каждый из которых готов работать совместно с другими Что требуется для совместной работы Чтобы каждый звал следующего в ряду? Множественное наследование с ромбовидной структурой Это просто или сложно? Но мы уже выяснили, что это просто, когда нет конфликтов Тоже при одиночном наследовании Но все от чего-то думают, что остальные случаи это сложно Это не сложно Похожая батарейка того В статье «Супер вреден» Эта проблема представляется сложной Но я думаю, что это из-за того, что автор не был знаком с правилами И у него была вполне себе причина не знать их Никто их не опубликовал Сейчас вы познакомитесь с ними в манере, доступной для запоминания Наша задача такая Единственное, чего мы хотим добиться, вызывая супер Это вызвать следующего в ряду Так с какими проблемами мы можем при этом столкнуться? Давайте посмотрим Приглашаю своих трех добровольцев Мы не репетировали Эти люди со мной не знакомы Это неправда Нет, один знаком Другой знает слишком много И может рассказать Они тут стоят вроде как кучей Что с ними сделать? Буду вас линиеризовывать Вот так Они линеризованы У нас в питоне есть инструмент, который вызывает следующую в ряду Как он называется? Супер Так Проблема номер раз Каждый из вас был запрограммирован использовать супер А это значит обратиться к следующему где? В ряду К следующему в ряду Насколько это сложно? Давайте Давайте поглядим Нина Передавай тазик к следующему в ряду У нее неплохо получилось Передавай к следующему в ряду И у нее получилось Томас передавай Проблема номер раз Вспомните, Томас не знает заранее, кто будет вызван Но он обязан передать Нет, теперь он мой Он обязан передать дальше Использовать супер Так, я с микрофоном тогда буду И проблема появляется тогда, когда его просят обратиться к кому-то, кого не существует Это одна из проблем, упомянутых в статье «Супер вреден» Вы же все равно на сцене, можете? Можно вами воспользоваться? Как насчет встать вон туда после Томаса? Как только я скажу вам, передавай следующему, скажите «Ага, передал, но не передавайте» Итак, поехали? Готовы? Передавай к следующему Передавай к следующему Передавай к следующему Передавай к следующему Вы должны были сказать «Ага, передал, но не передавайте» Стало лучше? Намного Итак Одна из проблем «Супер» Вы не можете знать заранее, кто идет дальше Это определяют ваши дети, а не вы Спасибо большое Томас передает кому-то А этот «кто-то» находится в конце ряда, после чего в питоне выкидывается ошибка обращения к атрибуту Я знаю, что вы думаете В этот раз ничего не сломалось Решение такое В конце ряда ставится некий класс «Остановщик», не «Обжект» Вы можете создать объект, назовем его «Корневым», поставить в ряд, и будет он делать только одно Если не найден метод, просто не вызывать супер Тот, кто в конце ряда, не должен вызывать супер Просто? Ладно, следующая проблема Томас, вставай по центру Он выглядит готовым к совместной работе, но это не всегда правда Передавай Передавай Не буду Такие дела Проблема в том, что если кто-то в ряду не хочет сотрудничать Помните, супер создавался для совместного наследования Что делать? Если вы хотите работать с Томасом, а он не хочет передавать дальше Снова добровольцем? Нет Нет, так нет Давай прямо перед Томасом Томас, чуть назад Нина, два шага назад Так, хорошо Теперь у Нины новая задача Когда я скажу тебе «Передавать», передавай Томасу на короткое время Потом возьми обратно, и когда скажу «Передавай дальше» следующему Готовы? Нина готова сотрудничать Поехали Нина, сделай что-то с тазиком Так, забирай обратно Теперь передавай Довольно просто Что делать, если какой-то из классов не создан для совместной работы? Вот как Томас Ответ Нужно создать класс, работа которого состоит в том, чтобы передать управление Томасу, дать ему сделать работу, а потом передавать дальше порядок Достаточно просто Итак, другая проблема Упомянутая в «Супер вреден» состоит в том, что Супер не работает с классами, не готовыми к сотрудничеству Он работает, только придется перед таким классом добавить свой, а сделать это очень просто Кто узнал что-то новое? Есть еще третья проблема Снова строимся в ряд В любом порядке Возьми банан И передай тазик дальше Возьми банан И передай тазик дальше Возьми банан И передай Что произошло? Класс получил неожиданный аргумент На самом деле Нине нужен банан Томасу нужна вода Не запомнил вашего имени Эшли Эшли хочет яблоко Помните, никто из этих людей не знал другого до того, как все это началось И они не знают, что передавать друг другу Позиционные аргументы не сработают Кто-то потянулся за бананом из позиционного аргумента, а получил совсем не то Я знаю, о чем вы думаете Должен быть способ получше Именованные аргументы При помощи них я могу сказать Вода — это вода, банан — это банан Яблоко — это яблоко Нина, бери банан Томас, бери воду Эшли, бери яблоко Итак, мы покрыли 100% проблем, упомянутых в статье «Супер вреден» Спасибо, добровольцы Две минуты, чтобы подвести итоги Нужно запомнить, что при совместном множественном наследовании следует пользоваться именованными аргументами, потому что вы не знаете заранее, к кому обращаетесь, и не знаете, какие аргументы ему потребуются Они сами знают, что им нужно, но не знают заранее, кого вызовут Чтобы все работало, вы не можете позволить Томасу, не готовому к сотрудничеству, находиться в середине, но вы можете создать обертку вокруг Томаса, которая будет действовать как нужно Это очень просто сделать Объявить под класс, который будет использовать «Супер» И помните, у нас есть последовательность вызовов, а значит, тот замыкающий ряд должен быть тот, кто оборвет цепочку, некий класс-остановщик Это все упоминается в моей статье Кроме этого, вы научились без труда создавать упорядоченный счетчик, научились внедрению зависимости при помощи объектов-имитаторов, а также научились получать натуральную пиццу без инсектицидов Кто узнал «Мечта новая»? Хорошо, а теперь у нас будет голосование о вредности «Супер» Кто считает, что «Супер» — это «Супер»? Кто, что «Супер» — вреден? Моя работа здесь завершена, спасибо, что пришли на этот оклад У нас осталось время для нескольких вопросов Если желаете, подходите к микрофону в центре зала Похоже, моя работа окончена А, нет, вопрос таки есть Привет, спасибо за доклад Как наивный питанист, я бы написал «Селф» атрибут класса Можете рассказать о том, когда нужно использовать «Супер», а не «Селф»? Назначение «Супер» состоит в том, чтобы вызвать следующего в ряду То есть того, кто стоит дальше за текущей позицией Позиции в ряду Здесь, когда мы вызываем «Супер», то поднимаемся на уровень пиццы Ой, простите Мы от уровня пиццы переходим к «Фабрике» и далее к «Объекту» Если вам не нужен следующий в ряду Если подойдет кто угодно из ряда Если хотите начать сначала, используйте «Селф» Если вам нужен следующий из ряда, используйте «Супер» Каждый раз, когда вы обращаетесь к «Селф», цепь поиска строится снизу вверх «Супер» вызовет следующего в ряду Если мы в этой цепочке обратимся к «Селф», то она начнется сначала Если «Супер», ответит следующий в ряду Отличный вопрос, 260 рублей На самом деле, я никому не плачу Готов принять чеком? Да, сэр Ну, у меня такой же вопрос, если… У меня такой же ответ Прямо стыдно стало Простите мне мое невежество, но я иногда вижу супер с аргументами Это различия второго питона от третьего Вы можете указывать их и в третьей версии Во второй они настолько часто приводили в ступор, что в глубинах третьего Мы заложили специальную темную магию, которая вычисляет их за вас автоматически Без аргументов она выглядит красивее и спасает от ошибок Настоящая магия Но вообще, если вы используете Python 2 Что означают эти аргументы? По сути, нам важно знать две вещи Нужно знать Мэтью То есть того, чей порядок разрешения методов мы будем использовать Мы будем использовать порядок Мэтью И нам нужно знать, где мы сейчас находимся Мы на Рошель А значит, ее супер вызовет следующего за ней в ряду То есть она вычисляет С чьим рядом работаем? С Мэтью Где мы в ряду? На Рошель И супер вычисляет следующего в ряду Это Деннис И вот эти аргументы, которые очень часто путали люди Были устранены при помощи глубокой темной магии Отличный вопрос 520 рублей Класс, но у меня вопрос Жадный Правильно ли я понял, что без аргументов работают только в тройке, а в двойке они нужны? Верно И эти аргументы Почему ряду ищем по Мэтью? И Где мы сейчас? Чтобы мы могли вычислить следующего в ряду Ведь супер значит следующий в ряду Спасибо Отличный доклад На этом вопросы закончены Спасибо докладчику Всем удачного Пайкона Доклад переведен и озвучен для сайта pythons.net Заглядывайте